Иее, всем привет, это Би-Бойзи Про, команда Action Man, и я на проекте Break Advice. Сегодня я покажу такое движение, как бэкдроп без рук. Начнем с того, что встаем в неполный шпагат. Выпрыгнуть мы будем в правую ногу, значит заходим мы на правое плечо. Это очень важно, не надо прыгать сразу же одновременно в спину, надо заходить только сначала в первое плечо, и потом постепенно дойти до левого плеча тоже. И когда мы заходим в спину, эта правая нога, она начинает идти вот так в сторону. Вот смотрите. Эта нога просто идет в сторону, и все. И потом она сразу же ставится на пол. Заходим в лопатку, ногу правую ведем в сторону, подставляем ее на пол, и вы уже встаете, и вы уже на ногах. Встаем сначала на ту ногу, которая идет первая, которую вы ведете за собой. Вторая встает уже, ну, понятно, да, левая. Следующий уже этап, когда надо выпрыгнуть выше, не просто проскользнуть и поставить ногу. Вы подставляете левую руку. Смотрите, как это выглядит. Как будто вы со спины в руку выходите, только сбоку немного. Подставляете левую руку в сторону от левого плеча. Когда вы со спины выходите в ногу, ногами от себя делаете прыжину, и чтобы встать на ноги обратно, ноги прижимаетесь к себе. Теперь то же самое, уже без рук. Сейчас, чтобы сделать без рук, надо будет немного толкаться головой, вот этой частью. Получается, если вы заходите на правую, то левая часть. Если вы заходите на левую, то правая часть. Когда вы делаете это в кручении с бочки или с бэкспина, вам надо намного сильнее толкнуться, чем вы делаете бэкдроф в сторону. Потому что вас крутит, и полет занимает больше времени. При этом, неважно, делаете ли вы с бэкдропа или с бэкспина или с бочки, в любом случае, встает сначала первая нога противоположная, а потом встает только вторая. С этим движением вы можете придумать много вариаций. С вами был B-Boy Z Pro, команда Action Man, город Казань на проекте Break Advice. Тренируйтесь, развивайтесь, придумывайте.